Здорово, товарищи! Супер Митбой! Супер Митбой! Убираем Митбой Кстати, теперь у меня правильное, оказывается, управление на этом жестике. То есть, раньше у меня привычно неправильное уже. Что у меня раньше было, мне теперь привычно. Это даже непривычно. Ну смотри, тут кончиком пальца я разгоняюсь, а подушечка прыгает. А было ведь наоборот. У меня, наоборот, подушечка отвечала за скорость. Знаете, подушечка и скорость это как бы удобнее было. Убушка. Убирая Убираем Убираем Мне бы хоть как пройти. Мы ничего на отлично не прошли, все посредством. Это ниндзи гайден, он так дрался с арен, по-моему, но это был не настоящий ниндзи гайден, не настоящий арен. Это были эти клоны искусственные. Вот он как будто убил мир и снова боя. Левые не нажимать вообще. На СНС тоже нет единого мнения, какое управление удобно. Ну что и на Сега. Ну какое-то единое свое мнение. То есть мнение это можно сформировать, но не единое между разными людьми. Все равно кому-то будет другое нравится. Например, в Сега вот мое мнение, что средняя кнопка должна быть прыжок. Левые действия, атака. А на Селект должна правая кнопка. Насчет того, что должно быть в XYZ, я не знаю. Кстати, с летом у вас не натурально лету ли? Левые действия, атака. А как тогда? Кстати, вот эти штуки, мы их называли синусоидами, они не по синусоиде перемещаются. Они по пути, они перемещаются. Они по пути, они перемещаются, не знаю какого. По скрипту, вероятно. Потому что если они по пути буллет, то там какого-то, какой-нибудь физик, физикс пути. То есть в реальной физике. Одинаковым кругом бегают, они не перемещаются. Значит они по скрипту. Так кажется. Просто у них трасса предзаписана. Но есть эффект ускорения свободного падения у них, или эластичность, пары вычастия. То есть в реальной физике. Кстати, физические игры, они другие, так же как 3D игры, не такие как 2D, так и физические, не такие как Abstract. Обычные игры. Даже в платформеров движение оно абстрактное. Но бывают физические платформеры. Как вот например трансформис. Там было все отложено на радиофизику. Вот если смотри на частицы. Ну просто так, а если я скорость, то еще больше. Да, вы можете знать игру злые птицы Angry Birds. Там тоже она себя как физическое позиционирует. Зачем? 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 Нет, это как это. Как говорится. Не хочу. Пока этот уровень. Надо просто тайминг. Сразу как он падает после него. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А как? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Может, хоть крабом? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати, 9,8 чтила. Ой, 9,10. Смотрите, это 10. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А, это селект старт. Ёпта мать. Понятно. Что такое? Турбо. О, нихуя. Вы видели? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Блин, что он делает? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понятно. Вот эта вот кнопочка авто, она получается... Это турбо режим расширенный. А клир, это отмена авто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Клир надо... Ну, как бы, надо сначала клир зажимать. Не сначала. Клир плюс ту кнопку, которую вы делаете в турбо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, а если на этом джойстике играть в Сегу, то, наверное, в Баттл Тоддс Эндабл Драгон можно пройти четвертый уровень, который я не могу пройти. Потому что я его не могу пройти как раз из-за отсутствия турбо режима. Ой, в Сегу. Был бы там турбо режим, было бы все проходило. Мне там приходится пальцы вообще чуть не до крови стирать. Все равно поражение. Где корабль космический? Что за? Тогда еще вроде не было игры портал. Ой-ой-ой. Что-то была. Была, наверное. Эта игра была в то же время, что и Бош. Бош. В тысячи десятых. Но, мне кажется, чуть пораньше, чем Бош, потому что Бош уже была пародия на Биг Боя. Я, кстати, знаю некоторые способы, как заставить персонажа вот так красить стены. Супер-мид-бой. Да и в море. Ну, надо пластык брать, да? Ну, ладно, пластык брать, да? Супер-мид-бой. Ну, ладно, пластык брать, да? Продолжение следует... 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 лазер кстати похвально сделано воде и тоже непросто сделать кровь более неужели пластырь кто-то будет брать и тут комодор нужен нет нет любви преимущества может надо пользу было дальше что за дурак смотрите лазер это такой ну как бы такой плизочный фон которая разную длину имеет он имеет расстояние по теореме фабора гипотенуза либо просто функция расстояния придумал для ленивых до конструкцию чтобы теорему фабора даже не считаю что это то есть можно через верх вот эти шипы не красятся в кровь когда мы не поёбываемся а как тут переиграть порвать из пластыря вот это а нет я не помню что почему это блин реально джойстик для людей которые знают наизусть где у супер нинтендо какой нет откуда их знать наизусть вот у супер нинтендо может через верх идти в и а и и и и и и Дурак. Этот ключ не падает. Во, вот так надо. Блин, у меня сейчас так жестенький. Сильно палец встал в него, что мне казалось, что сейчас резинка ловит. Ну давай дальше. Это же лазер. А, так мы тут эту тему отошли. Что меня поразило в лазере, это то, что он... Он вот эту точку находит, когда он... В которой он имеет коллизию с этим... Со стеной. Это тоже как-то делается. Фу, блин. Кстати, мне надо было это сделать, потому что это мы учили в конструкции. Это line of sight, по-моему, называется технология. Но дело в том, что в конструкции-то это line of sight, не существовало. А это изначально на флэше делалось. Только line of sight не существовало. То есть... Флэш это был... Такой голый движочек. Без... Вещей под ключ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 глин супер хреново цель понимаете никого не хочу обидеть это же даже уже не люблю ностальгирует как по мосту потому что у которых у меня был не настолько я в ностальгию что примут те времена когда все было плохо а он сразу геймбой сразу был как какой-то все более старых времен из 80-х там 70 когда оттаре всякие за тэк спектру мне кажется мысдос получше за тэк спектру потому что у меня был но это что не нравится потому что японское качество не нравится хотя в геймбое мне удалось пройти аладдин там все игры хардкорные очень о 1 как как узнаете его портировали на деньги и все играют форт который от слейса больше это точно с геймбой кстати я хочу айвон это это экзотай машин потому что там мы реально можем еще пройти и мне не нравится что там это музыка лицензионные идиоты кто делает лицензионные музыку блин там и визуал лицензионные мы просто сейчас youtube за визуал ну как бы за визуал не ругает может когда они будут прилетать ну как он определит что это мод какую-то игру ну тогда афгеновские игры наверное афгенская игра вот эта где он ходит там все игры обсирает когда называется когда я тоже забанит получается если нельзя будет свои парадигмы делать тогда фанкейм он просто конец будет ничего себе я думаю этого не будет прикол в том что не надо делать коммерческими проектами которые фанатские в коммерческом проекте там должно быть все от болты абсолютно а музыка она и в фанатских и коммерческих то есть она во всех играх должна быть либо нейросеть генерирует генерирует либо ты вот чувака какую-нибудь нанимаешь который тебе делает зон эксклюзивный который раньше никогда нигде не играл там и копирайчили потом если блин копирайт какой-то ставить на свою игру нам на музончик из своей игры кто только креатив коммонс какой-нибудь там или роялти или еще что-нибудь роялти фри можно то есть ставить как бы там подписывать чтобы считалось это как народное такое расстояние чтобы люди на ютубчике могли в эту игру играть и не прилетала и вот так это помимо сейчас запластырем доходим или пытаемся быстро две вещи я чувствую что я на соляной фабрике ничего не сделал но я больше не получаю от этой игры особого удовольствия кайфа потому что она она как бы все сложнее и сложнее да ё-моё я думаю что игра если была она аркадная например то она не должна усложняться особо к концу то это как с бессмертным шредером помните ну он там имеется ввиду кстати что он бессмертный то есть его можно бить вечно когда кстати помните что пытались играть с багами то есть крестовину заглючили чтобы не драться с этими склаб туда не надо чтобы не драться с клановцами мы уходили в огонь это делалось чтобы попробовать победить еще и бессмертного шредера но это невозможно то есть в этом баге нет смысла не малейшего потому что я и так хорошо с клановцами сражаюсь кстати вот у меня этот на дэнди на платке как раз игра нормальная то что все называют лицензионной версии там там 9 рестов нету кантина и никакого если потратил 9 рестов все за 200 птс дают рест это очень легкая игра шредер шредер там убиваем то там шредер второй чувак то есть надо снять смазку с первого шредера вот бить по одному из шредеров снять с него слетает маска дальше ты бьешь по шредеру у которого еще маска не слетела во втором с обоих слетает маска все шредер умирает по свету можно бить всех обоих чуваков поняли потому что этого сейчас наверно никто не знает вот сейчас только не убиваем шредер есть пернард все думают что невозможно шредер убить кстати а мы без пластыря что-либо пытаемся может не мучиться этим оком и играть попроще хрен нифига не попроще кстати без ускорения он еще сильнее въебывается не он въебываться любит командором джиллом кем то будет вот знать бы особенности этих персов а как джиллом подняться это невозможно это мид боя надо проходить какой же или тем роботом может быть мы его щас не пробовали просто даже а может и нет не знаю мид боя можно просто я приворочу дурацкий все сраный пластик так 830 надо чтобы так куда ты не 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 Буду прифектить. Не получилось. Ладно, это была всего лишь попытка. Кто здесь? Кто здесь? Мы не играем еще. Как в космосе. Помните. Да, это релфизик. Да ну его нафиг. Ладно, встретимся в следующих видео. Скоро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!